Встал и по щегам у нас пристал, потому что помнил, где работают. Да, да, это во-первых, потом ушел, и вот тут-то Юля, а это его девушка, выступила, сказала, знаете, у меня единственная претензия, пробки, фигня, неудобный, неспланированный город, фигня. Но вот то, что нету велодорожек и специальных спусков для велосипедов в подземные переходы, вот это никогда я им не прочу. Я-то думал, что тема не важная, а оказалось, а вон оно как. Ну и опыт, конечно, я думаю, что очень многие хотели бы, мечтали бы передвигаться по нашему городу на велосипедах, если бы была бы у него на то, действительно, какая-то возможность и предрасположенность в этом городе. Потому что, конечно, климатический Москва, понятное дело, очень специфический город, ну и в силу организации транспорта, это, конечно, черт что, извините меня за резкость. Вот, но есть проект, смотри, значит, власти Москвы люди собираются вернуться к рассмотрению проекта на сети крытых, нет внимания, отапливаемых велодорожек, на предложенную еще 30 лет назад харьковским инженером Полем Райкиным. Какая света! Тут вот, вот, очень важно, господа, вот я, если по мазовским властям, обращаюсь официально, когда будете делать крытую велодорожку, то есть не замыкайте ее сразу, как велотраг в Крылатске. Понимаешь, они же могут так строить, 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 бум, замкнулось. Это когда, чтобы были все довольны, нам на пятом году Тверского поля, надо бы через Тверскую где-нибудь круг дать, понимаешь? Легко, очень, господа, прям, пожалуйста, повнимательнее с этим. Короче, друзья, хотим с вами обсудить эту перспективу. Короткий номер для ваших смс-сообщений 5533, в начале сообщения слово ВЕСТИ, номер наш работает также на приеме ваших звонков из соображений 232 15 59. И, наконец, наш сайт radiovesti.ru, пожалуйста, заходите и на форум пишите. Слушай, подожди, а получается, что вот крытые и отапливаемые дорожки, ну вот именно крытость их и отапливаемость, это вот попытка с нашим московским, не самым благоприятной большую часть года климатом совладать. Да, ну, что-то типа того, ткань рука, конечно, совладать, естественно. Ну, 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 потому что, потому что, потому что есть смысл, так сказать, делать велодорожки, если они, ну, будут хоть какой-то, хоть микро-зентабельности. Если ты сделаешь велодорожку, и знаешь, твердую, в ближайшие 700 года, она будет лежать под толстым слоем снега, не знаю, домов, там, еще, часто, сучьев, ну, зачем тебе такая? Она должна, конечно, и зимой, и осенью, и весною работать. Функционирование, а некоторые месяца летом. Иначе это овчинка выделки вообще не стоит. Это вроде бы понятно. А чтобы она функционировала зимой, она должна быть без снега. Правильно, что есть трех платформей. Она должна быть, ну, куда-то приводить. Ну, нельзя же там на 4 метрах туда-сюда ездить. Это глупо, да? Вот, значит, она должна быть без снега, значит, она должна быть подогреваема, да, либо, это самое, с крышей. Пока, ну, если честно, совсем, да, слушается, как бред. Да. Ха-ха-ха, я там думал, с опаской, я думал, вам нравится эта инициатива, оказывается, неужасно хочется, чтобы мы в нашем городе, и не только в нашем, можно было ездить на сведу. Потому что вот это несчастные люди, отчаянные парни, их потом никто же не видит, которые выезжают, такие, куда-то едут. Нет, внутри районов, особенно спальных, нормально, но есть на велосипедах магазинчики, еще куда-то. Но вот вы ехать прямо в город, чтобы прямо взять, как, знаешь, как у нас говорят, да, что это за, так сказать, люди. Вот лондонский мэр, вот это плохой пример, вот еще какой-нибудь там амстердамский мэр едет на работу на велосипеде. Да наш мэр тоже не против. Блин, норвежский крон принц, вот, из последних, на велосипеде есть фотографии в интернете, да. Почему он работает, по-принцам? Ну, вот что ж, что ж, какие мэр. Чем бы, чем бы не тешил. Да, крон принц, лишь бы дурью не маялся. Ну так вот, Собянин может быть тоже продуманно на велосипеде припетиться. Собирался даже, хочет, но куда, как. В общем-то, вы ходишь, из велосипед с мигалкой и с кортежем охраной, это, конечно, прекрасная идея, на самом деле. Есть у нас Снежана. Снежана. По велодорожкам. Очень символично, что Снежана, по велодорожкам. Отапливаем в велодорожкам. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте, Снежана. Здравствуйте. Я хотела бы, вот, сказать, что, на самом деле, я полтора года назад села на велосипед с сыном вместе, и мы ездим в школу. И мы открываем СИЗУ, на самом деле, очень рано. Вы как ездите? В Москве же нет особо приспособленности. Мы ездим по тротуарам, к сожалению. Вот, мешают пешеходов. В каком районе Снежана? Это Севастопольский проспект. Ага. Да, вот. И на самом деле, вот, мы близко живем к парку Коломенска, но доехать до парка Коломенска на велосипеде нереально. А в транспорт с велосипедами не пускают, естественно. Ни в автобусы, ни в метро. Ну, в метро можно снять колеса, кстати, сейчас летом очень много поедут. Мы очень много поедем. Снимают колесо и заходят петро. Ну, это физически очень сложно. Откручивают колеса. Я просто даже мне сложно. Ну, конечно. Вот, и вот в парке Коломенска...